День Чувашской музыки День Чувашской музыки Опера Нарспи, опера Шавармань и балет Церпиге Идут в репертуаре нашего театра И мы очень любим их объединить вот в такие дни Или в фестиваль, когда люди, наши зрители, поклонники национального искусства Они с удовольствием приходят в наш театр И имеют возможность за такой сжатый срок посмотреть наши потрясающие эти спектакли 12 марта мы открываем Дни Чувашской музыки Оперы Нарспи Эта опера была поставлена в прошлом году специально В год Константина Иванова И это третья редакция оперы Музыку написал наш чувашский классик Композитор Григорий Хербю Эта третья редакция, она отличается от предыдущих тем, что все образы очень ярко, выразительно выстроены режиссером Лены Лемешевской Мы очень любим нашу историю Историю нашей республики, историю нашего театра И поэтому мы оставили постановку, режиссером оставили этой оперы Бориса Семеновича Маркова, основателя нашего театра И Лена Лемешевская принесла в эту третью редакцию спектакля больше драматизма, больше энергии, больше динамики в действии И я каждый персонаж, каждую роль, каждый образ прописала очень ярко То есть если раньше, допустим, мать Ситнера, она как-то так вот из народа иногда выглядывала То сейчас это женщина, страдающая за своего сына Которая теряет, и, конечно, этим страданиям, этой трагедии нет предела В этой музыке все, и любовь Нарспи Ситнера Я очень часто эту поэму, это произведение сравниваю с Ромео Джульетта Потому что это вершина оперного творчества Тем более, когда в музыке так много красивых мелодий, так много жанровых, красивых сцен Там, где собираются хороводы, собирается народ Такое ощущение иногда, вот я смотрю на сцену, у меня ощущение, что как будто этот хороводы, они бесконечны Как будто бесчисленное там количество людей В нас это задействованы и артисты балета, и солисты опера, и, конечно, огромный наш хоровой цех Это 12 марта 13 марта мы приглашаем любителей балетного искусства на балет Сарпиге Мы очень благодарны руководству нашей республики Потому что все эти три спектакля, и опера Нарспи, и балет Сарпиге, и опера Шувармань Были поставлены благодаря гранту главы Чувашской республики Потому что это дополнительные средства, это огромные средства Мы приобретали много интересных тканей Для вышивки Чувашской необходима эта тонкая, очень кропотливая, ювелирная работа Необходимо очень много времени, очень много сил, очень много затрат Поэтому, конечно же, без дополнительных средств нам бы трудно было создать эти шедевры И спектакли все не похожи друг на друга Балет Сарпиге Здесь солистами выступает народная артистка Татьяна Альпидовская И наш молодой, талантливейший танцовщик Дмитрий Абрамов Очень хочется, чтобы публика пришла и увидела наших молодых артистов Как в балетном искусстве, так и в оперном Потому что в нашем театре сейчас огромные успехи делают молодые артисты Такие, как Сергей Кузнецов Такие, как Иван Снегирев, Надежда Степанова, Анастасия Андреева Дмитрий и Анастасия Абрамова Наши талантливые молодежи И завершим мы эти дни Чувашской музыки 15 марта оперой «Шевармань» Надо сказать, что опера «Шевармань» — это наша классика Композитор Федор Васильев, так же, как и балет Сарпиге Надо сказать, что с этой оперы открылась история нашего театра Это первая опера, она была поставлена 56 лет назад И именно постановкой этой оперы был открыт наш театр Поэтому она нам, конечно, очень дорога Этот материал потрясающей мелодии Федора Васильева И так же храмовые сцены И очень интересная история История любви На какую оперу стоит пойти самым маленьким слушателям И уже искушенным слушателям? Вы знаете, конечно, все эти произведения очень интересны, безусловно Но дети принимают активное участие у нас в опере «Нарспей» Я думаю, что если маленький зритель к нам придет на эту оперу Он почувствует, что он находится в гуще этих событий Этой чувавской свадьбы В деревне, где собираются много-много родственников И собираются жители нескольких деревень Я думаю, что это будет очень для них интересно И, конечно же, сказка, сказка о Сарпиге Школьники приходят вообще? Да, надо сказать, что большой интерес к национальным спектаклям Есть сегодня в республике у молодого зрителя Это и школьники, и студенты училищ, и техникумов Это студенты институтов На «Нарспи» сейчас к нам приходит большое количество студентов Чувавского государственного университета имени Ульянова Это очень отрадно Самое, конечно, для нас главное, ценное Чтобы зритель, уходя после спектакля Желал снова и снова вернуться в наш театр Особенно приятно, когда они снова и снова приходят на национальные спектакли На услышать чувавскую мелодию А она такая красивая Услышать гармонию Увидеть душу чувавской женщины, чувавской девушки Эту любовь трогательную Очень мы любим эти произведения И с большой радостью разделяем чувство гордости за национальное искусство Вместе с нашим зрителем Также в марте пройдет международный балетный фестиваль А как уже подходит подготовка к нему? Да, параллельно мы, конечно, активно готовимся к балетному фестивалю 30 марта и 31 марта У нас пройдет премьера балета «Спящая красавица» Постановку осуществляет наш художественный руководитель балета Данил Салимбаев Это очень талантливая постановка Художники здесь Валентин Федоров и Нина Федорова, художник по костюмам Очень интересная работа, работа кропотливая Надо сказать, что мы в прошлом году еще хотели, мечтали выпустить этот спектакль Бывает, что мы успеваем поставить спектакль за полгода Этот спектакль у нас готовится второй год Это очень красочный балет, очень интересный, очень яркий И, конечно же, готовятся две балерины Это Анастасия Абрамова и Анна Серегина Наши очень талантливые девочки И мы сами ждем с нетерпением Готовимся и ждем с нетерпением премьеры, открытия фестиваля И ждем встречи с нашим дорогим, нашим любимым зрителем 1 апреля к нам приезжает Марийский театр Он уже полюбился нашей публике Постановками, такими как балетом «Спартак», балетами «Корсар», «Байдерка» Они привозят к нам на фестиваль эксклюзивный балет «Мастера Маргарита» по Булгакову Я думаю, что это тоже будет очень интересно, потому что эта тема у нас еще на балетной сцене не звучала 2 апреля мы ждем новый балет из Москвы И 3 апреля мы, как апофеоз, кульминация нашего фестиваля Это галоконцерт с участием солистов Большого театра С участием солистов Мариинского театра Конечно, Кремлевского балета И многих-многих других театров И из-за рубежа И в этом году такой по скриптам, после уже галоконцерта В рамках также фестиваля пройдет еще эксклюзивная программа Посвященная 135-летию Со дня рождения великой балерины Анны Павловой Эта программа посвящается этой балерине Программа очень интересная, насыщенная Это как бы тоже дивертисмент Это тоже как галоконцерт Тоже с участием солистов Большого театра и Мариинского театра Такая программа, которая называется Анне Павловой посвящается Спасибо большое за интересную беседу Спасибо А я напоминаю, что в гостях у нас была художественный руководитель И главный дирижер театра оперы и балета Ольга Нестерова До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин